Значит, я вам хочу поговорить о такой специфике, как преподавание математики студентом-философом. Игорь. Ого. Значит, эту тему начал, тоже на сегодня раз мы говорим сегодня о Фейсбуке, да? Евгений Логинов, помните, к нам мальчик приходил? Сейчас он, по-моему, аспирант и преподаватель уже Московского университета философского факультета, насколько я понимаю. В общем, а он... Адрес Финикового компота? Да, который главный редактор Финикового компота, это такой журнал, всем рекомендую. Он литературно-философский, при том, больше литературно, чем философский. Вот, такой журнал. И у него была тема, что какой-то господин, судя по всему, какой-то преподаватель для тоже философского факультета МГУ, говорит, что я ставил перед людьми... Сначала перед собой ставил задачу максимум. Я хотел всех своих студентов-философов научить решать хотя бы по одной из задач в математике. Но мне это не получилось. Тогда я долго мучился, теперь пришел в программе минимум. Я решил научить, чтобы из моего потока хотя бы один студент мог решить хотя бы одну задачу. Вы знаете, и про эту ситуацию... А задачи какого уровня? Не знаю, какого уровня. Но просто вот их на самом деле пытался это научить. Я не знаю, как он собирался научить, потому что тут же он возмущается, что люди эти не знают философов Серебряного века. Я подумал, что я тоже не знаю философов Серебряного века. Потому что задаться вопросом... Русские философы... Это потом можно догадаться, потому что понятия философов Серебряного века отсутствуют. Есть понятия философов, современников Серебряного века в русской литературе. Да, они вот существуют, а что в Серебряного века этого не существует. Поэтому неудивительно, что к нему народ ничего не отвечал. Может быть, он так преподавал, может, у него что-то было. Сам математику не знает. Ну, вроде знает, может быть. Но вот каким-то образом. Вот он это делает... Математику Серебряного века. Отлично. В общем, совершенно непонятно, как быть и что делать. Вообще говоря, почему не удается преподавать философам математику? Почему? Слушайте, по-моему, просто никто никогда этого не делал. А курс такой есть? Есть же? Есть? Нет, есть курс Дорофеевой, например. Курс специальный учебник для математики, для философов. И туда, там преподается все то, что, в общем-то, нужно. Надо знать, что такое алгебра. Надо знать, что такое алгебрическое уравнение. Надо знать, что такое анализ бесконечно малых. Надо знать. Поиметь понятие, что такое предел. Надо знать, что такое производное. Надо знать, что такое интеграл. Надо знать. Много-много всяких остальных вещей. Просто люди ему задают вопрос, может, ты никто не преподавал, может, надо было преподавать, по большому счету, например, основу теории множества? Ну, видимо, он пытался какую-то вышку, как бы, людям продвинуть такую, как бы, спрессовать то, что дается на специализированных факультетах, там, в один-два семестра, вот, и рассчитывал, что студенты-философы все подхватят, ну, я не знаю, шансов никаких. Я, я, да, я, как раз думаю... Да, в школе программинку отрадить был. Ну, смотри, вот какова ситуация, да, возникает... Булат, ну, я вот уже смотрю, но пеятли не вечные, ты на них постоянно висишь. Я не вишу, я их вот так вот делаю. Подумал материально. Вот, возникает какой-нибудь блокан, да, даже не совсем философ, да, вот такой психоаналитик, который всех поражает тем, что сравнивает структуру субъекта, вот, с этим, с бутылкой кляния. Вот, 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 ты подумай, ну, или кляния. Да. Вот, то есть это становится сенсацией, да. Да. Самая, как бы, такая, ну, попсовая фигура, там, типа, Лентой Мербиуса или Бутылплейна, хотя, на самом деле, в той же топологии есть куда более экзотические, там, объекты, типа, пространство, сбившихся, точка, или, не знаю, бог знает чего еще, вот. Вот, но, вот, востребованным оказывается что-то такое, ну, лежащее, как бы, на поверхности сенсационности. Вот, это результат того, что, как бы, философы не знают математики. Ну, не только, но есть же, например, аналитическая школа философии, которая вся поставлена на математике, на логике. Эти-то ребята математику явно знали, в смысле Рассела. Ну, Рассел-то знал. Да, но они, 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 они копались на философских факультетах, и поэтому, безусловно, копались на философских факультетах. То есть, по сути, должен быть некий курс математических дисциплин, который в образование философа должен входить, потому что аналитическая философия. Ну, это немножко другое. А, ладно. Нет, ну, просто, ведь история-то какая? У нас традиционно, и, в общем, и в международной классификации, по-моему, так, философия входит в раздел гуманитарных дисциплин. Это humanity, через запятую вместе с артом. А никакой не science. Поэтому, предполагается, что дети, которые интересовались стихами сапфу, могут заинтересоваться философами. А те, которые с детства интересовались дробями, они не могут заинтересоваться философией. Вот, и, соответственно, когда так случайно происходит, что человек с детства, как Рассел, там, играл в дроби, потом стал математиком, а потом стал философом, вот, как бы, появляется, да, как человек такой компетентный и в том, и в том. Так, я думаю, то же самое происходит и с современной аналитикой. Вот та, которая делает упор на логику, вот, логика, она же, вот, пока современная, да, это, в сущности, раздел математики. Да. И там люди оказываются совершенно специализированные. Их можно считать философами, можно не считать философами, но это своя каста людей, вот, просто, и со своей планеты. Ну, да, он, что называется, он с детства интегралы крутил, как хотел, и теперь он философ. Ну, на самом деле, в логике, наверное, интегралы там не нужны. Не, я понимаю, я говорю про контекст. Человек, как бы, что, он был отличником на уроках математики, да, потом он в университете занялся логикой, как разделом математики, а потом вдруг выяснил, что логика – это раздел философии. Окей, ну, значит, я философ. Ну, но самим философом никто математику нигде, насколько я знаю, серьезно не преподает. Ну, то есть это не является обязательным предметом. Ну, есть же еще, потому что это мягкая тема отрицалого, да, а есть и сильная, она состоит в том, что философское образование на философии устроено таким образом, что обычно мальчик, который туда приходит учиться, гораздо лучше, чем того, к чему закончить через 5 лет, да. То есть ему за 5 лет обучения на философском факультете в Санкт-Петербургском и Московском университете будет нанесен такой невосполнимый урон, что он будет гораздо хуже в интеллектуальном отношении, чем тот, когда он поступал. Бунт на кораблю какой-то антиакадемический высказывает. Почему? Не соглашайся. Ты преподаватель, ты не должен. У него зависит от преподавания. Если человек ничем не занимается, то он, наверное, действительно деградирует. А может, он сам лично часто занимается? Нет, это другая проблема. Это проблема того, что университетские учебные программы становятся, ну, такими продуктами деятельности бюрократии и индивидуального и какого-то практического обоснования не имеют. Ну, что говорить, да. У меня была знакомая девочка, которая закончила Герцена английскую филологию, то есть английский язык и литература, она закончила перед тем английскую школу. И вот она совершенно ответственно и спокойно говорила следующее, что после школы я знала и владела английским языком лучше, чем после окончания университета. Почему? Нет, 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 нет. Потому что обучение, обучение в университете построено не на то, чтобы человек лучше знал язык. Происходит обучение каким-то абстрактным филологическим, лингвистическим, педагогическим дисциплинам. У нее внимание рассеивается, навыки утрачиваются, и в результате проходит, так сказать, пять лет, и она язык знает хуже, чем после школы. Ну, это вот навыки. Но другое дело, что не являются ли на самом деле философские факультеты, это как бы прибежищем некого антиинтеллектуального дискурса как такового. Нет, даже не так. Интеллектуальная дискурса, это же тематика, да? Необязательно, необязательно. Всех философовов просто сгнобить и уничтожить. То есть, всех, кто способен стать философами, их туда загоняют насилие, и там как бы утилизируют это выражение. Да, да, да. Я именно это хотел сказать. Подравание математики на философском факультете тоже не даст никаких плодов. На самом деле, это не решение проблемы. Дело в другом, что у меня... Подают не математики. Нет, проблема в том, что они не желают учиться, отказываются учиться, и никакую программу не решить. У меня вопрос, вот математики в отношении философии волнует нас для острова. Потому что даже не в плане того, что какие-то аналитики, которые действительно занимаются теорией множеств, им нужна математика. Нет. Мне кажется, математика, она дает определенную культуру удерживания каких-то содержательных, тонких различий. Да. Вот, то есть, скажем, там, в математике есть понятие числовых рядов, вот я пример проведу, да, чтобы было понятно. Вот есть числовой ряд, и есть понятие его сходимости. Сходится он или нет. Да. Вот философ, как бы, какой бы там он ни был философ, он по большей части будет говорить, что ряд либо сходится, либо не сходится. Либо он начнет мутить какую-то странную историю, говорить, что ну он сходится, но все-таки немного не сходится. Вот, мы должны держаться чего-то там среднего, и начнется какая-то мистика, от которой все отвернутся и будут плеваться. Что происходит в математике? В математике, вот, они видны, что иногда, как бы, он может сходиться так, а иногда сяк, а иногда он не сходится, но при этом все равно его в каком-то смысле можно сходящимся, и они выйдут в совершенно четкий набор определений. У них появляется сходимость в сильном смысле, сходимость в слабом смысле, равномерная сходимость, асимптотическая сходимость, и просто сходимость, которая тоже никуда не делась. Все эти пять определений, они совершенно, как бы, совершенно однозначно фиксированы, там удерживается конкретный смысл, они функционально нужны, потому что, вот, математик знает, что, чтобы доказать, допустим, такую теорему, чтобы обосновать, что такое свойство для системы, допустим, верно, вот, достаточно, допустим, сходимости в слабом смысле. Здесь не нужно требовать сходимость в сильном смысле, это слишком, как бы, сильное утверждение, оно нам не понадобится. Очень важно, как бы, в доказательстве таких теорем, взять, как бы, минимум посылок, да, поэтому, вот, да. А здесь нужна равномерная сходимость, а здесь это. И вот эта вот культура, как бы, тонких различий, которые могут быть удержаны, она как-то чему-то учит, на самом деле. Или, допустим, представление о том, что, ну, вот, открытой, замкнутой множестве и конечным множеством, да, вот всякий философ там думает, ну, если, как бы, множество, как бы, допустим, какое-то бесконечное, то, значит, у него нет границы, допустим. Ну, это не так. Или, допустим, если, как бы, множество конечное, то оно ограничено. Но это тоже не так, да, можно представить себе кружочек, да, допустим, у которого мы исключаем границу, остается открытое множество, что мы там как бы, как ни стремись к границам, к ней не подойдем. Ну, мы не можем указать максимальный элемент. Да, но при этом оно ограничено, поскольку оно конечно. Потому что мы можем сказать, что расстояние между двумя точками, допустим, не перевасходит в какую-то величину. Вот, то есть, и в этом смысле второй, как бы, момент, который все время, как бы, мешает, так сказать, философу, потому что он не знает математики. Вот, философ, допустим, считает, что если мы говорим о каких-то вещах, ну, например, об ограниченности какого-то множества, то это значит, что мы, ну, это буквально у Виткенштейна есть, у Виткенштейна есть его предисловие. Он говорит, что, чтобы обнаружить, что мысль, допустим, ограничена, мы должны были бы мыслить по другую сторону границы, вот, чтобы обнаружить, что есть какая-то граница. Вот, а это значит, говорит он, что, как бы, в общем, ну, так мыслить вообще не надо. Ну, даже, можно сказать, вполне кигельский ход, да. Но ведь что мы обнаруживаем в математике? В математике мы обнаруживаем, что некое там существо, условно говоря, вполне может жить на вот этом кружочке, вот, с выколотой вот этой окружностью вокруг, и обнаружить, что она живет на конечном вот этом множестве, что, как бы она ни пыталась, оно, так сказать, свой диапазон движений, да, вот, допустим, размах вот этих перемещений, не может сделать больше, чем определенная личина. Да, оно нигде не встречает, как бы, границы, но оно изнутри этого множества обнаружит, что оно, как бы, ограничено. Точно так же важный момент, вот, то, чего не понимают, как бы, как правило, философы, когда речь идет о всяких искривленных пространствах, так называемых многобратных, в частности, там, в теории относительно Эйнштейна представляют пространство искривленное и так далее. Всякий философ, там, думает, ну, и, там, не длинновидный, там, математик или физик, что, если мы говорим про какой-то искривленный процесс, то мы не можем, как бы, мыслить его и работать с ним, и описывать его, не вкладывая его в некоторое пространство большей размерности, которое, там, плоское, прямое, что, в общем, эта искривленность должна быть определена относительно чего-то внешнего, чего-то, как бы, то есть, оно же не просто искривлено, оно искривлено в чем-то. Но математика совершенно четко показывает, что, допустим, всякого рода вот эти искривления поверхности можно определить при помощи внутренних параметров этой самой поверхности, там, этих символов Кристофеля, символов кривизны, да, что, в общем, человечек, опять же, который живет на этой поверхности и ничего внешнего, никаких внешних измерений не знает и никогда не узнает, он, просто, двигаясь по этим геодезическим, обнаружит, что вот ему, допустим, из этой точки в эту точку, чтобы пройти, можно пройти, как бы, кратчайшие состояния, они как-то, вот, ведут себя так, и их два. Вот, да, то есть, ему надо, да, можно с этой стороны гору обойти, а можно с той стороны гору обойти. Уже это, как бы, будет для него знаком того, что, как бы, его пространство не плоское, извините. Вот, ну, то есть, иными словами, все эти, как бы, все эти символы, все эти символы Кристофеля, все эти параметры кривизны могут быть описаны, как инмоментные свойства пространства. Это очень важно, как бы, вот в этом разговоре, который я сегодня вел на тему, там, структуры, которая одна, за пределами которой ничего нет, но она, допустим, искривленная или плохая, или какая-то неполноценная. Да, мы должны научиться мыслить, как бы, нечто, как бы, сложное, вот, и нечто, вот, содержащее какие-то такие странные структуры, артефакты, но при этом не выходя за пределы имманентности. Вот, и этому нас учат математики, в том числе. И учат еще гораздо больше, потому что есть примеры всяких сложных вещей, например, те же, например, мощности множеств. Да, да. Чрезвычайно такое. Это, это, то есть, есть мысли, действительно, предметы философского факультета, как бы, мысли, да, как таковая, то пример такой мысли, безусловно, и всевозможные действительно высокого рода достижения, как просто теория мощности, допустим, теории групп, безусловно, с ними надо иметь дело. Но я хочу обратить внимание еще на третий этап. Он состоит в том, что студент философского факультета, заканчивающий философский факультет, ни разу не сталкивается с интеллектуальным напряжением. То есть, нет примера интеллектуального напряжения. Просто... А они с ним не справляются. А философский сталкивается с интеллектуальным напряжением? Филолог? Не знаю. Просто философский факультет, по-моему, изначально и от филологического факультета отделился. Быть может, но нам важно видеть следующее, что примера сложности... То есть, вы понимаете, чтобы о чем-то задуматься, я с чем-то долго осуждаю сложно, надо иметь пример сложности, как образец сложности как таковой. То, с чего можно потрогать, с чем надо заняться, и понимать, что здесь есть определенная сложность. Когда у тебя нет образа этого сложности как такового, ты не сталкиваешься с примером сложности, с примером интеллектуального напряжения. У тебя дальше в жизни будет все просто. Не потому, что ты глупый изначально, а потому, что тебе никто не задал этот образец, этот пример. Ну, я не знаю. Есть деятельность, может, за ним бороться. Вот если, допустим... И что, помогает им сильно? Я думаю, помогает. Нет, ну, по крайней мере, пример, как бы он перед ними встает. Ну, они с ним не бодаются. На логике, допустим. Но они же его не штурмуют. Популярный взять. Вот семинарское занятие отводится, по-моему. Да. Попробуй. Нет, ну они что-то читают же популярное. Допустим, как бы они читают популярного там же Лакарна. Да. Ну, открой Лакарна. Да, и что? Вот, там сломаешь голову, честно. Вот я скажу, а первый том, может быть, как бы этот первый том, это начало его там деятельности. Может, потом он как бы более ясно свою концепцию начинает излагать. Но я читаю, в общем, это очень тяжело. Это гораздо тяжелее, чем Гегель там или что-то еще. Ну, может быть. Просто потому, что там какая-то есть своя специфика. То, что я наблюдал, я видел постоянно, что люди, которые учились на философском факультете, за пять лет ни разу не сталкиваются с примером сложности. Ну, я другое хочу сказать, что вот опять же психоанализ говорит нам о том, что, что-то я сегодня как бы глаголю от его лица, да, он говорит нам о том, что есть два типа сложности, да. Мы все время думаем, что есть какая-то вот объективная сложность, да, что вот есть нечто, как бы, которое, что сложно само по себе, как вот текст Гегера. Есть и другая сложность, которая состоит в том, что, допустим, в этом так называемом психоанализическом сопротивлении или вытеснении, когда мы не можем к чему-то подступиться, не потому, что оно объективно сложно, да, а потому, что, как бы, мы, допустим, не хотим это принимать, мы не хотим это понимать, да. То есть мы, как бы, всячески сопротивляемся тому, чтобы это понять, потому что это, как бы, нам каким-то образом угрожает, там, не знаю, целости тоже на самой нашей символической структуре, в которой мы стоим. Вот, поэтому тут... Да, поэтому и я-то про это и хочу сказать, что не в том дело, что математикам не дается преподавать сложность, потому что они не могут интеллектуально, чем они чем-то глупее, а в том, что вот это... Речь идет о какого-то рода психоаналитической сложности, которая не позволяет им хоть как-то осваивать математику. Не потому, что они не могут, они могут вот в этом психоаналитическом смысле. То есть задается какой-то своеобразный дискурс, который сам по себе и монетно ставим блокаду, на обучение математике. Ну, другим сложным вещам. Что это за дискурс? А тема физиков и лириков, она же никуда не делась, как бы, но есть же чистые физики, которые, ну, там, уклонны математике, которые склонны просто к такому же они, но есть же чистые лирики, которым не доступно просто... Внезапно вдруг прийти и подло повысить градус дискурсии сразу же. Нет, нет, просто вы говорите, что преподавать философу математику, потому что она, в принципе, ведет тот человек, которому не хочет заниматься математикой. Ну, он же сказал, да, он предположил, что это путь утилизации этих всех людей ненужных, да. Мы, как бы, в принципе, это гипотик. Нет, я имею в виду, что, как бы, все-таки, когда говорится о том, что именно математика какого-то образца сложности, и надо всем преподавать математику, это какой-то из-за средневековья какой-то там. Нет, видишь, я... Нет, говорится не об этом, да. И специализация какая-то есть. Я там понял предложение Игоря, ведь в каком смысле, что должен быть такое... Должен быть такой класс, в котором студенты самостоятельно решают интеллектуально сложные задачи. Не просто высказывают свое мнение, а решают сложные задачи в рамках каких-то формализованных рамках. Понимаешь? И математика просто наиболее выпуклый пример. Ну, вот тебе, так сказать, написали, вот, и задали некоторый ряд, и ты должен сказать, ну, сходится, не сходится, сходится, как сходится. И не просто высказать свое мнение. Знаете ли, я так вот смотрю на эту формулу, у меня есть некоторое мнение. Вот. Ты должен написать и показать, что это, так сказать, формализованное некоторое пределы действия. Это, я думаю, в том, чтобы заставлять совершать интеллектуально сложные усилия. Да. Вот в этом дело. Да. Если дело в этом, то тогда да, этого категорически на философском факультете, ну, вот на российских философских факультетах, по крайней мере, категорически не хватает. Потому что в результате, как бы, студент замкнут внутри факультета. Угу. Вот. И все его обучение, обучение состоит в том, чтобы найти общий язык с конкретным преподавателем. Вот. Есть разные люди, да. Есть там, грубо говоря, гегельянцы, для которых вот просто гегель, крайний свет по кошке. Есть лаконианцы, для которых лакан единственный свет по кошке. Вот. И студент приходит в очередной класс, только и дезондирует преподавателя. А, непосредственно, дружат иногда. Я понимаю, да. Это понятно. Преподаватели-то дружат. Не, 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 дружат. То есть лаконианцы, по крайней мере, гегелья могут цитировать. Может, в обратную сторону нет. Ну, я не боюсь, что называется. Но в положении студента, ну, просто что находит? Так, какие слова, на какие слова преподаватель реагирует положительно? Буквально в том смысле, как вот мы сегодня там обсуждаем. Вы уже к вам ворганизируетесь. Давайте допустим, что есть нормальный факультет, где я преподаю, я по-престому уже преподаваю. Нет. Ну, ладно. В том-то и дело, что свое представление о нормальном факультете идеологично. Ты не хочешь понять, что та ситуация, которая на своем месте, она нормальная. Вот я могу сказать, как бы я тоже занимался математикой и физикой. Мышление математическое и физическое, оно никаким образом не похоже никак на философское. Просто совершенно не похоже. Просто... Иначе получилось бы так, что все математики и физики такие выдающиеся философы надо тогда философских факультетов разместить на физическом или на математическом. И как все удобно. Но мы же видим, что математики плохие философы, что и физики, там все их высказывания, они просто крайне узки. Я не думаю, что мышление, оно везде работает одинаково. В математике и физике это специфически настроенное мышление. Его долго нужно настраивать. Я бы не сказал, что математики плохие все философы, помимо там... Я сколько раз встречал всех, кто пытался... Помимо аналитиков, все-таки был тот же Гуссель, ты можешь как угодно к нему относиться, но он как раз продемонстрировал вот именно запал такой, вот такой въедливый, какой-то кропотливый, скучный местами, да, ну какой-то вот это возни, возни с вот этой феноменологией. Мы же вообще-то тоже все математики это... Ну понятно. Я не говорю, что из их числа не получается философ. Я имею в виду, что это не поголовный эффект, понимаешь? Не так получается, что все всякие, кто знает математику, сразу по определению и философ. Не получается так, что есть некое философское специфическое мышление. Специфическое, я утверждаю на своем уровне. Это бога ради. И оно никак не соотносится с математическим. Я вот только вот что думаю, ну какие могут быть выходы из... Вот перед нами есть задача, да? Так организовать обучение философии, чтобы студенты получали вот такую нагрузку, необходимость самостоятельного выполнения задач в сложных формализованных условиях. Да. Как этого можно достичь? Ну, я вижу всего лишь два пути. Значит, путь номер первый. Если Зальца долго бить, то он научится курить. Ну, например. Вот. В данном случае это что означает? Вот его долго бить, он научится курить. Если на этом философском факультете ну да. Большой трудом, как ты знаешь эту историю? Да, я плохо знаю. Это же та же тема. А то философы будут рассуждать, а вы что эти философы? Они хоть знают литературу, они хоть знают языки. Сколько ты языков знаешь? Ну, я русский знаю. Кроме ругательного. Ну, русский знаю, да. Тебе не надо читать философию. Не, просто вырабатывать свой этот идикиш. Не получается ли так, что вы с позиции физики по математике презрительно смотрите, а что там эти там занимаются? Какой-то ерунде. Подтвердить ожидания философа. Они ждут, что мы на них так посмотрим. По идее, философ должен знать. Греческий, латинский минимум. Вообще-то, неплохо знать все европейские языки. То есть, английский там вообще в совершенстве. Французский это, потому что это главные языки должен знать вообще в совершенстве. Почему этого не происходит, это просто претензия уже преподавателя. Хорошо. Ладно. Катерев? Вот. Значит, либо на философском факультете господствует одна какая-то школа. И тогда эта школа может внутри, как вот совершенно в схоластических было школах, да, внутри себя это уже как бы четкая формализованная система, в которой можно обучать и тренировать студентов и ставить им сложные формализованные задачи. Потому что сама философия, сама философия уже есть вот такая организована по такому формальному научному образу. Диамат, Исмат, развод, это не было такими? Это было. И почему все с таким с такой ностальгией сейчас это вспоминают старшее поколение? Они говорят, потому что у нас была у нас же было обучение, у нас же были диспуты, можно было поставить вопрос, провести дискуссию и найти решение, ты понимаешь? И можно было доказать, что какое-то решение более правильное, чем другое. То есть они находились вот в такой схоластической ситуации. Так иногда бывает в западных университетах. Вот если я сейчас правильно помню, в Германии, в Штутгарте философский факультет он такой гегельянский. Там вот просто весь факультет это гегельянцы и там обучение соответственно происходит как? В течение трех лет читается феноменология духа. Это конечно есть еще другие занятия, но феноменология духа читается три года. Это же правильно? Это правильно. Но это возможно только в рамках четкой школы. Вот почему так сильна сейчас аналитическая традиция? Потому что она ведет себя вот как такая схоластика. Они дрессируют они дрессируют как бы студентов школят их там сложная интеллектуальная работа. Чем платонская академия занималась? Она занималась тем же самым в своем ключе. Чем занимались лицы? Кто же с вами делал? Любая школа она нас обучает чему-то что как бы главный какой-нибудь учитель сказал и это потом транслирует в веках. И по идее как бы правильно можно было как сделать кучу школ каких-нибудь на факультете плотоники допустят это уже кстати не получается потому что если ситуация как бы хаотическая и безвластия как имеется в виду в Санкт-Петербургском университете в Московском университете ситуация хаоса нет никакой доминирующей школы нет никакой формализованной рамки тогда происходит что? Тогда происходит что студент видит что есть огромное количество мнений и он начинает вести себя как диаген лаэрский он начинает собирать анекдоты а вот в этом классе хохмят так-то а в этом классе хохмят так-то а когда они встречаются вместе они дедутся потому что дискутировать они уже не могут они уже 20 лет назад дискутировали сейчас только кулаками а когда трое встречаются вот эти двое бьют третьего да да вот в таком роде да и все это как бы один путь другой путь реализован насколько я понимаю в большинстве германских университетов там идея какая там на самом философском факультете в среднестатистическом нет никакой доминирующей школы там тоже такой хаос но у них как бы правило обучения на философском факультете состоит в том что ты должен получить две специальности одну по философии а другую какую-то другую и вот именно в рамках этой какой-то другой научной специальности и происходит вот эта вот формальная тренировка решения сложных задач поставленных перед студентом например там любой философ закончивший немецкий университет он не просто философ он еще например там филолог французского языка и литературы да и его дрессировали именно в качестве филолога или он историк или он там не знаю кто да всегда он должен иметь две специальности невозможно получить диплом если ты только учился на философском факультете ты должен учиться на двух вот и все вот как бы и как бы текущая ситуация показывает что есть два пути решения этой проблемы вот я опять к этому возвращаюсь к старому то что Антон предложил неожиданно наконец-то наверное правильное решение я так полагаю что действительно существует определенного рода запрет вроде психоаналитическому на изучение математики всевозможного таких вот вещей для для каких ну вот тебе образец ну я не знаю я всю жизнь наблюдал вот наблюдал вот нет ни одного человека который выучил бы хотя бы еще один язык кроме родного и при этом бы не разучился думать ну вот не бывает такого вот не бывает почему-то и все а вот как казалось поучи еще какой-нибудь язык знай его и будь образованным человеком это факт не знал других языков ну в детстве они что-то знали ну вот я и про сузский в совершенстве знал как бы и немецкий ну и немецкий понятно ну с детства да с детства а с детства билингве 2 с детства билингва нет это не билингва имеется в виду другое это то с чем это то с чем столкнулись сталкиваются на филологическом факультете с некоторыми сложными языками которые ну далеко по грамматической структуре от русского языка китайский да китайский например там греческий и латынь потому что там грамматика сложная и мало похожая на русскую и они так сказать до того как были была восстановлена классическая гимназия они находились в тупиковой ситуации и говорили что у нас наука на кафедре не может развиваться почему потому что вместо того чтобы заниматься филологией как наукой со студентом мы вынуждены его обучать языку и мы тратим все свои годы его обучения на то чтобы обучить его греческому и латыни ну и плюс еще пару европейских языков а нам нужно говорят они чтобы мы развивались как наука чтобы к нам приходили студенты которые уже знают греческий, латынь, немецкий английский хотя бы французский вот да вот и в сущности чтобы мы могли уже этим студентам как бы с ними не изучать язык а заниматься наукой собственно говоря вот и все поэтому практическое решение оно и по-моему кстати в Европе оно точно такое же да вот все крутые люди которые являются крутыми филологами особенно в крутых сложных языках они просто этот язык учат с детства да и все то есть тогда когда они уже низростые им не нужно полагать себя вовне и тем самым обеществлять себя а где обеществление там нет философии ну вообще-то греческий и ладинский они же мертвые ну неважно самое главное необходимость обеществления ну и что же они мертвые нет я говорю к тому что с детства их учить не получится как-то только с детства их и учили в российской гимназии только и учить с детства у вас имеется в виду просто в школьном возрасте конечно а я подумал что просто вообще с ранним как-то потому что как раз в раннем возрасте дети которые но не об языках все-таки опять я возвращаюсь вот по крайней мере механизм того почему нельзя изучить хотя бы один иностранный язык при этом не разучиться думать полностью я знаю я такой механизм знаю а вот а вот этот механизм который при работе существования вот таком среде культурной статистике скажем так философского факультета или кого-то еще налагает запрет чисто психоаналитический а не интеллектуальный не потому что человек не может выучить принципиально не потому что он умственно осталось совершенно не поэтому а какой-то психоаналитический какой-то механизм который запрещает ему учить математику хоть сколько-то на самом деле вот факт состоит в том что наверное самый популярный сейчас философ среди вот такой гуманитарной мысли около филологической там левой мысли это Ален Бадю француз вот насколько я не видел лично я только слышал об этом вот но якобы он в своих там работах там в частности бытие и события где доказывает о том что там событие возможно там и так далее и тому подобное он буквально использует там какие-то построения построения теории множества максимум пиано использует да я слышал об этом тоже вот то есть может быть как бы может просто это произойдет само собой может быть как бы мы вот являемся такими людьми которые застанут ухождение математики физики обязаны своим как бы развитием математики а то есть теперь как бы осталось что по тематику внутрь философии инкорпорировали философию да видишь черт не с математикой как таковой задача же не тому чтобы обучить философа мыслить а вам не кажется что уксикация обратная А задача понять, почему это невозможно не реализовать. Мне вам не кажется, что обратная задача, что на самом деле люди, идущие, выходящие выше образования, классифицируются тем, как знают они математику. То есть математический склад умуникума или там как бы гуманитарный. Ну такая, к сожалению, да. То есть философию идут не те, но те, кто не знает математики, не хотят заниматься математикой. Те, кто-то в лес умножения не выучил в школе, у тебя все гуманитарные склады ума. Мы это знаем, по российской школе мы это проходили. Просто вы заметьте, что пришли, и поэтому получается, что философы не знают математики, и не хотят ей заниматься. Потому что они в принципе туда и идут, чтобы ей не заниматься. Они туда не идут люди, которые знают математики. Ну это другое уже решение, что это. Нет, это обратное просто, это не другое решение, это просто обратный эффект. То есть то, как есть, то и правильно. Это что по-другому быть не может. По-другому быть не может. Как будто нет людей искренне заинтересованных в изучении тех же языков или психологии. Да, они же такие странные люди. Потому что они же начинают учить японский не от того, что они... Только не математика. ...таблицы умножения не осмотрены. Лучше я прямо сейчас сразу начну учить японский. Я знаю девочку, которая не в состоянии набрать ни одного балла по ЕГЭ, потому что его по разным школам по заграничным болтали, в основном балетном. Она говорит, ну зачем я буду учить эту таблицу межи? Давайте еще один иностранный язык, и она вас запросто выучит. А как она считает там на кассе деньги? Я просто перебиведу, что вы думаете, что вы знаете как правильно, как лучше, а не то, как есть правильно. То, как есть, сложилось в результате каких-то там многообразных каких-то, не знаю, столкновений, уравновешиваний и прочего. И оно сложилось так, как сложилось, и по-другому не может существовать в данной среде, в данной культуре, в данном языке, в данной традиции. Плат, я знаю, что я хочу сказать. Это как говорит один герой Достоевский, милый друг, я вас раньше просто любил, а теперь еще не уважаю. Просто я бы нагрелил. Иначе быть не могло, Влада. А ты это миллион раз повторял как-то просто. Ну просто, ну как так говорить, что иначе быть не могло? Ты пойми, что... Ну как еще, мы можем же так предъявить, например, если на другую тему переходить. Можно же предъявить было, что русские просто сумасшедшие, это недоразвитая нация. Как так можно вести себя на международной арене? Как можно так себе, так обустроить цивилизацию свою и прочее? Можешь было так все рассуждать, правильно? Кто-то же так и рассуждает, но это же не значит, что это правильно рассуждать. Ну что, все? Еще кто-то? Я только хотел сказать один штрих. Это повиниться, что называется, перед окружающими ей потомками. Значит, люди приходят на философский и не могут и не хотят учить математику или языки и так далее. Или может, если они выучат языки, то не смогут мыслить и все такое прочее. Может быть, конечно, так. Но если обращаться к моему собственному опыту, у меня, правда, опыт не очень чистый. Потому что я же учился в вечернее. То есть я днем или ночью работал на заводе, а по вечерам я таскался в РФШ. А для этого у тебя было образование? Нет, я учился в Горном институте, но там я его не закончил. И просто если говорить о образовании философского, философского я получал вечерным образом. И я просто обнаружил довольно быстро в РФШ следующую простую дилемму. Вот есть домашнее задание по греческому языку, по английскому языку и по философии. Поскольку у меня особенных способностей к языкам нет, но языки мне интересны сами по себе. Вот греческий, он там даже увлекательный. Вот как только начинаешь вникать в эту причудливую грамматику, в это словообразование, в эти времена, которых у нас совершенно нет. Это все как бы, ну это прекрасно само по себе, и ты хочешь это изучать. Но, напоминаю, да, у меня при этом нет способности к языкам. Это само по себе не проблема, но это дает практическое осложнение, что мне нужно много времени на занятие языком. А время, ресурс конечный. И когда я сижу и понимаю, что у меня вот есть вот столько-то часов на подготовку домашних заданий, и либо я их трачу на языки и не трачу на философию, либо я их трачу на философию, и тогда я забиваю... Так рационально, что думаешь, мы тебе поверим? Нет, ну... Воля ваша. А какого когда останавливало отсутствие времени? Да мы его разбрасываем всегда, нет? Ну, понимаешь, я бы его разбрасывал, но у меня его просто не было. Да, еще был завод. Ну да. Вот, еще было, так сказать, перемещение по городу, который тоже жрет свое время. Поэтому нет. И потом, ты имею в виду, что это вот ты сейчас пошел в магазин, или зашел в интернеты, скачал учебник, словарь и все такое прочее. А так, да, учебник был в читальном зале на историческом факультете. Сейчас понял, да, ладно. Вот, нужно было приехать в читальный зал, взять учебник, если он свободен, если кто-то еще по нему не занимается. Словарь, правда, у меня был свой, потому что как раз было тогда переиздание, я купил Вейсмана и все такое прочее. Молодец, конечно. Вот, все, я просто к чему говорю. То есть, ты пошел в группу и учил как-то, в группе пошел. Я просто к чему говорю, да, что когда студент, то есть это уже вполне, так сказать, взрослый человек оказывается в этой ситуации, перед ним может быть вопрос не просто то, что у него там он панически боится таблицы умножения и все такое прочее. Перед ним может стоять простой вопрос, конечности его ресурсов, как конечного субъекта. Времени, сил, там он, или человек не может концентрироваться на одной задаче больше 15 минут, ну и все, и что ты с ним будешь делать? Он должен этим ресурсом как-то распоряжаться. Он должен решать, куда это девать. Либо сюда, либо сюда, либо сюда. Все. У тебя ресурс конечен, у тебя на самом деле всегда этот ресурс конечен. Видишь, это как бы немножко не попадает все-таки в тему, потому что твой субъект, он такой весь рациональный, понимаешь, он как бы он владеет собой, владеет своим временем. А мы говорим про ватальзацию. Ты-то больше сказал, что просто у него времени не хватило, вот и все. Не-не, я хочу сказать... Нет, я бы Игорь не хочу. А мы говорим про то, что как бы есть все-таки какое-то, так сказать, есть бессознательное у всего этого. А я еще как-то финансово хочу сказать. Я хочу сказать, что ничего такого какого-то особо трудно мыслищего, там, философии нет. Я не очень понимаю, что вы говорите даже. Что там такое, какие-то такие службы, что должно быть? Вот видишь, что ты из-за трудных. Не надо иметь каких-то там особых выдающихся талантов, что там философия, что-то там разобраться. Это тоже не очень понятно. Немножко. Понимаете, вот здесь есть во всем какой-то снобизм. людей, которые что-то здесь сидят и думают, что они умнее других. Вот я только в этом это вижу. Сейчас вот. Буквально сейчас. На самом деле, да. Что вы там что-то понимаете, вы там знаете математику, и поэтому так на голову выше... Я не знаю математику! Я чистый вообще! Вот записывайте меня. Значит, что-то там изучал. Да, да, да. Ты запитал себя? Да, да, да. Ну, блин, вообще так дал. У меня была позорная четвёрка по термеху, я её пытался пересдать на пятёрку, не смог и такой... Ничего вообще! А вот ими же, я между прочим с тобой солидаризируюсь в отношении того, что есть разные способности. Способности. Есть у людей способности к языкам, действительно. Им, конечно же, проще учиться на каких-то хилологических факультетах. Есть математические способности. Они, естественно, специализируются, чтобы заниматься как-то математикой. Причём внутри, опять же, этой огромной дисциплины математики, да, как-то ещё специализируются. Но весь вопрос больше. Есть вопрос в том, что вот эти вот способности, да, это и есть нечто... Нет, подожди, послушай меня. Так вот нет никакой универсальной способности мыслить. Вы меня как бы не слышите. Нет, а ты нас не слышишь. Мы говорим, что эти способности, да, разные, да, конечно, у людей есть. Один к одному спорю способен, другой к другому. Только он способен к этому не объективным образом, не потому, что он такой особенный. Вот родился, у него как бы здесь больше, а здесь меньше. Я обе считаю, что он такой родился. Вот, да, вот, подожди, ты наивно мыслишь. А мы говорим, потому что как бы встали там определённые перегородки. Определённые... Ну это вы так мыслишь. Подожди, давайте так. Вы такую концепцию сейчас предложили. Я предлагаю другую концепцию, которая состоит... Ну я учил математики школьников. Я тебе могу сказать, у меня была... Ну учил ты математики, я понимаю. У меня была ученица, которая была между двойкой и тройкой. И, конечно, нужно вообще сразу на всех людей. Ну а как? Он только так делает. Ну вот именно. То есть физик, философы сидят, её логикой обладают совершенствами. Из-за не единичного случая обращают... Я привожу пример. Просто я пережил его, понимаешь? Поэтому я должен его рассказать. Значит, вот она с двух до трёх... Между двойкой и тройкой колебалась. В этой ситуации, чтобы избежать двойки, чтобы на тройке её сохранить, вот, значит, какие-то там родители вызвали вот репетитора, и я им оказался. Проблема была в чём? В чём была проблема? Вот как ты думаешь? Проблема была в том, что она не занималась... Вот ей надо было решать задачу, а она не начинала её делать. Как она делала домашние задания? Она садилась перед учебником и сидела. И просто сидела. Ты когда-нибудь сталкиваешься, что женщины не способны... Ну, как правило. Это в принципе не женские... Так вот, послушай, послушай. Встречался с такими женщинами, в них блокировки... Я не дорассказал же. Я не дорассказал же. Ну, так вот блокировка, а не неспособность. Сколько раз я поэзией хотел заняться? А то мы решили, что блокировка. Сколько раз у меня? Ну да, я расскажу. Мне тоже не интересно. Стоп, молчай. Понимаешь, что я занимаюсь этим. Но блокировка, да? Блокировка? Блокировка. У меня. Я говорю про девочку. Поэзией я не занимаюсь. Про девочку. У девочки была именно что блокировка. Потому что, когда я оказался рядом, рядом здесь сидит... А почему ты вещь каким языком не занимаешься? Блокировку тебе? Ну блин, ну дай мне это рассказать. Ну что ты перебиваешь все время? Да просто это одна... Да подожди, дай мне это рассказать. Да, молчи. Ты еще даже не знаешь, что говорит Антон. А что, чем закончилось? А уже возражаешь. А закончилось тем, что просто... Я как бы... Тонкие вещи хочу объяснить. Я хочу сказать, что просто только от того, что я сидел рядом, она не могла как бы себя вот совсем куда-то дадить. Она не могла просто сидеть и тут посмотреть, учебник, думая о чем-то своем, как бы тратить время. То есть она на самом деле приносила как бы на алтарь учебы там свое время. Ну я же просидела как бы вот с этим учебником, да, и отдала, так сказать, часть своей жизни, поскольку надо это сделать. Ну а дальше с меня взятки и гладки. Нет, здесь сидит человек, все-таки надо пытаться решать. Естественно, я ей там как бы подсказывал, как к этому всему подойти, но она просто вынуждена была из-за моего присутствия это делать. Потом, буквально через полтора месяца, мы обогнали школьную программу. Она стала решать это все, и это ей начало нравиться, потому что она увидела, что она это может, как оказалось. С нее стали списывать отличницы. Вот как бы результат. Я не хочу сказать, что я гениальный какой-то репетит. Я хочу сказать, что речь шла именно о блоке, а именно о том, что она заранее как бы считает, что она это не может, поэтому она не занимается этим, поэтому она не может. Понимаешь, здесь нет никакого объективной неспособности. Месяц это очень быстро, хотя можно только поздравить с этим. Ну, это плохо, потому что на этом мои деньги закончились. Я не могу сказать, у меня... Потому что никакие пятерки, как бы, там, в общем, не были нужны. Там надо было выйти на тройку, понимаешь, как бы. Но пятерка, это уже как перебор. Дальше платить деньги, репетитор, нет смысла. На самом деле, это можно объяснить никакими не блокировками, просто неинтересностью. Только об этом и речь. А интерес к чему? Когда вы маленький, на самом деле, я никак не мог понять, зачем люди книги читают. Ну, ты пойми, до третьего класса ничего не читал. Ты пойми, как только она увидела, что у нее это получается, и это стало интересно. Ну, правильно. Я точно один раз книгу прочитал, начал читать. Мне понравилось. Ну, ты только что, ты 10 минут назад говорил, что это объективная непредрасположенность. Я тебе сказал, что это не всегда так. Да, потом у меня был ученик, который действительно ходит... А что у нас нету в физическом факультете, на математических девушек нет? Да не об этом речь идет. А о том, что если человек считает, что что-то ему не, к чему-то он не способен, а к чему-то способен, Это неинтересно просто. Здесь интересно. Но ты меняешь свою позицию на ходу. Я не меняю. Я бы сказал, что у данного человека была способность к математике, но ему была она неинтересна. Ну, это другое. У меня была способность к чтению, но мне было неинтересно читать. А потом я, например, начал использовать эту способность, Мне понравилось, считай. Ну, мы говорим... А есть люди, которые, даже если ты будешь дрессировать в математике, они все равно не будут этим заниматься. Мы, нас не интересуют, как бы, так сказать, недоразвитые или обделенные природой. Мы сейчас говорим... Что обделенные? Вполне нормальные люди. Ну, они обделенные в каком-то смысле. Мы тоже обделенные. На экзамене, в крупной щепке, покажите, где где-то... Нас интересуют те, которые, как бы, не могут по каким-то другим причинам, понимаешь? Вот мы об этом с Игорем сейчас здесь говорим. Диаметр круга, покажите. Я просто сейчас до сих пор вспоминаю. А там нормальный человек, обычный. Просто ему это вообще не интересует. В других мирах летает. Ну, к примеру, физики и лирики, это же старая тема. Обсасанное же ледоро. Я просто тому говорю, что, как бы, это разделение, объективное разделение. Ты поиск по рулению способны. Гублитары, товарищи, сказали, что это не так. Никакой объективности. Да? Этого достаточно. То есть, как бы, человек был способен к математической способности? Да нет никакой объективной способности и неспособности. Есть определенный... То есть, универсальный мозг у нас, универсальный. Нет, это не так. Есть, есть... Я сейчас как раз на конкретно занимаюсь, это немножко там изучаю, как бы, занимаюсь мозгом. То, что тебе мешает, то, что тебе мешает воспринимать поэзию, это не твой мозг, а твои определенные убеждения, твои определенные... Это таичное. Таичные штуки, это. Таичные штуки. Таичные штуки. То есть, у человека, у которого нет музыкального слуха, наверное, ему будет в музыке как бы... Так музыкальный слух, нет никакого музыкального слуха. Любой человек... Ну как школу музыкальную набирали? Ну у меня не было музыкального слуха, я пошел в музыкальную школу, и даже до этого сам бричал на гитаре, у меня он есть. И я даже начал понимать, как бы мог записать по нотам то, что играют. Но в 6 лет, у меня не было никакого... Из-за того, что его нельзя было обнаружить, иначе его не было. Да нет, потому что он развивается. Развивается, конечно, развивается, тоже согласен. Что-то развивается, но может не универсально, не все можно развить. Одни способны к одному больше, другие к другому. Но это неинтересный разговор. Это смысл специализации. Это как, давайте спорт возьмем. Ну а что, все могут бегать вообще-то? Разговор про интересы, это другой разговор. Его я готов поддержать. Проз desseте, вот спорт. Одному, другому другое, я согласен. Но это не объективная способность. Вот про спорт, там объективные способности. Там уже не станет спортz, потому что мозг темный, может быть, материя. Там что, как там. А вот спорт, почему же, на самом деле, одни спортсмены все-таки достигают, другие бегают, бегают, все делают, ничего не получается. на это дело и говорит что мы ничем не хуже чем остальные многие после этого философский факультет уходят либо на мехмат москва поскольку либо на физические факультеты нормально тому что физику математику вот об этом мы об этом так как раз физиков математиков которые деградировать поэтому мы говорим что гуманитарии это не ну что это ну что это не предрасположено определенная структурированная невозможность дегенераты короче нет ну а как по вашему это дегенерат а они например я представляю сейчас где-то философский сидят как эти дегенераты я не понимаю зачем он это делает я не понимаю почему ты вот все приводишь к какому-то простым старым схемам которые не интересны я не привожу к старым схемам я просто вижу ваших схемах которые якобы новые с чего-то на самом деле но это твоя же проблема вот трое сидят видят а ты нет что чтобы блоки все друг другу нет видят новое видят новое считали слаканы теперь кругом видят блоки немудренно как бы да там а а если вы начитаете с мамой маркса то везде будете видеть эксплуатацию там пролетариат там проще что ли так бетон на блоке но это получается кто из нас как бы это мы спасибо спасибо